Всем привет друзья! Сегодня кратко поговорим о рут-правах на телефоне. Зачем они нужны и нужны ли вам они вообще? Скажу о плюсах и минусах вкратце, чтобы сильно не затягивать видео. Итак, зачем же они нам нужны? А нужны они для того, чтобы открыть полный доступ к системе Android, снять все возможные ограничения на вашем телефоне. Имеется ввиду, вы сможете удалять системные приложения, удалить допустим заставку при включении или настроить вспышку или камеру не под стандартные настройки, а под какие-то уже более профессиональные. Также можно усилить звук, ускорить процессор и оперативную память. В общем, все что вам только сбредет в голову, это реально сделать с рут-правами. Ну конечно же некоторые вещи делаются только с дополнительными программами, но все же. Если знаешь для чего и как ты будешь использовать эти рут-права, то у вас, скажем так, есть где разгуляться. Довольно часто рут устанавливают для того, чтобы восстановить какие-то данные на телефоне. Например, случайно удаленные фото или видео. Так что плюсы реально есть, но и минусов тоже немало. Например, при установке рут у вас сразу же слетает гарантия на телефоне. При тестировании телефона на сервисе, все это покажет, что была вскрыта система и вы лишаетесь гарантии. Дальше вы перестанете получать новые обновления Android. Нужно будет обновляться вручную, если же вам захочется этого. И что немаловажно, не хочется вас пугать, но при установке рут-прав может произойти все что угодно. Может пойти что-то не так и вы в итоге получите не телефон, а самый натуральный кирпич. Так что все, что вы будете делать, это на ваш страх и риск. Так что перед установкой 10 раз подумайте, нужно ли вам это. Чтобы установить рут-права, нам также понадобится специальная программа. Я, например, пользовался всегда программой KingRoot. Устанавливал ее на несколько моделей, все было просто отлично. Итак, давайте начнем. Чтобы скачать эту программу, нам нужно зайти в абсолютно любой браузер. У меня это Chrome, у вас может быть Opera, Mozilla, Puffin и другие подобные браузеры. Это абсолютно не важно. Там есть строка поиска, пишем в ней KingRoot, скачать. Можете поставить на паузу и посмотреть, как правильно написать. Ссылку не оставляю, чтобы вы не думали, что это реклама приложения. Нажимаем поиск и нам находит куча ссылок и сайтов, где можно скачать ее бесплатно. Заходите в абсолютно любую ссылку и скачиваете ее себе на телефон. Думаю, что ничего сложного в этом нет. Просто нажать скачать и подождать, пока файл АПК установочный сохранится на вашем смартфоне. Есть разные версии этой программы. Тут тоже не важно, все они рабочие. Качайте абсолютно любую. После скачивания ваш файл обычно сохраняется в папку Download. Зайдете в память устройства и найдете эту папку. И вот так выглядит ваша скачанная программа. Вам нужно будет просто нажать на этот файл и он начнет сам устанавливаться, как обычная программа. Это довольно небыстрый процесс. Ваш телефон во время установки будет несколько раз перезагружаться и периодически мигать экран. У меня он перезагрузился три раза. Возможно, у вас будет как-то по-другому себя вести, но скорее всего, что так же. Перед тем, как устанавливать, нам нужно зайти в наши настройки телефона. Ищем расширенные настройки. Дальше конфиденциальность. И здесь нам нужно активировать пункт неизвестные источники. Это вы разрешаете телефону установку сторонних приложений из неизвестных источников. У меня уже этот пункт включен. У вас, скорее всего, он выключен, потому перепроверяйте обязательно. Без него ничего не выйдет. И потом, после долгой установки и испытывания ваших нервов, что ваш телефон сейчас превратится в нерабочий кирпич, у вас будет вот такой синий значок King Root. Запускаете его. Тут можете почитать про его дополнительные функции. Идет самое первое сканирование телефона. Сама программа определяет проблемные зоны на телефоне. И предлагает исправить или ускорить его. В принципе, можно это сделать. Также здесь есть полезная функция для игроманов. Можно добавить какую-то игру, которая у вас тормозит в список ускорений. И программа отключает практически все процессы на других приложениях. И перенаправляет всю работу процессора и памяти только на одну игру, которая добавлена в список. Думаю, это реально круто. Тут настроек реально много. Полистаете, почитаете. Вот если мы зайдем сюда, то у нас есть пункт удалить root права. То есть root у нас установлен. Если нажмем на удаление, то нам напишет, что мы потеряем root доступ. Ну, я этого делать сейчас не буду. Это просто показываю, что если нужно, то берете и удаляете. Ничего сложного. Так что, вот такой, скажем, один из способов. На мое мнение, довольно простой. А так, в принципе, есть и другие варианты, другие программы. Можно через персональный компьютер с помощью режима Reboot. В общем, способов много. Если знаете способ попроще, напишите комментарий. Будет интересно почитать. В конечном итоге можно сказать следующее. Устанавливать root права каждому поголовно я бы не советовал. Все-таки вам известно о возможных проблемах после взлома устройства. Но и с преимуществами при использовании прав суперпользователя уже знакомы. Конечно, и хочется установить, и колется. Во всяком случае, окончательное решение только за вами. Поэтому, если вы разбираетесь в технике, и готовы к возможным последствиям, и хотите чего-то нового от своего, как правило, старого устройства, то не бойтесь, получайте root права, и увидите операционную систему Android в новом цвете. Экспериментируйте, устанавливайте модификации, и пользуйтесь интересными и необычными софтами. Воспользуйтесь такими программами единожды, и больше не сможете представить жизнь без этих программ. Также подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok